Ни одно из градостроительных преображений в столице, как Ташкент-Сити, пожалуй, не было столь резонансным. И чуть ли не каждый архитектор или урбанист посчитал нужным что-то сказать или написать по этому поводу. Оценок было множество. И это достаточно позитивная тенденция. Как мы уже отмечали, город как живой организм. Он все чувствует. Однако то, что именно эта строительная площадка стала образным локомотивом для всей сферы строительства в Узбекистане, однозначно точно. Именно здесь, практически в самом сердце Ташкента, ушли в небытие многие стереотипы, связанные с возведением зданий и сооружений. Объект за объектом и картина мегаполиса предстала в совершенно новом образе и содержании. Ну а вишенкой на торте стал Ташкент-Сити-Молл. Многофункциональный торговый и развлекательный центр на площади в 250 тысяч квадратных метров. Кто уже посетил его, говорил, что за день обойти его проблематично. Шавхат Морзеев, просмотрев короткометражный фильм в уникальной мультипликативной атмосфере кинозала, где, кстати, аж 14 больших экранов, смог по достоинству оценить качество картинки и звука. Десятки тысяч человек уже не просто посетили молл, но и смогли прикоснуться к пласту по-настоящему качественной жизни. Ташкент стремительно меняет свой облик. Масштабные инвестиции в строительство, применение современных урбанистических подходов и передовых архитектурных решений превращают столицу в современный мегаполис. Пожалуй, тема «Ташкент-сити-мол» стала одним из главных инвоповодов недели. Для многих уже понятно, что из себя представляет данный комплекс. Но сети молл – это нечто большее, чем просто торговля или оказание услуг. И мы сегодня попробуем объяснить почему. Чтобы вы понимали масштабы, мы проведем сравнение. Площадь молла – 250 тысяч квадратных метров. Это как 35 футбольных полей. Одновременно комплекс может обслуживать более 60 тысяч человек в сутки. Одной из задач было создание новой достопримечательности в «Ташкенте», которая будет известна далеко за пределами Узбекистана. Концептуально мы здесь создаем территорию особых впечатлений. Социальное пространство, в котором каждому будет комфортно, и каждый здесь сможет найти что-то для себя. Поговорим о макросреде. 70% площади занимают бренды. Магазины, бутики. 15% – это развлекательные, спортивные и досуговые концепции. Остальные 15% – это кафе, рестораны, фудкорты. Это не просто торгово-развлекательный комплекс, а прогрессивная урбанистическая концепция с отличными условиями для шоппинга, досуга и бизнеса. Завести бренды в страну впервые – это совсем другая история, нежели завести бренды просто в торгово-развлекательный центр. И это действительно был для нас вызов, была очень сложная задача, и без поддержки нам было бы намного сложнее с ней справляться. Хочется сказать, что «Ташкент-Сити-Молл» – это многофункциональный проект, и сам торгово-развлекательный центр является эмоциональным ядром. Но в проекте также есть бизнес-центр, гостиница и апартаменты, которые дополняют его. Все эти здания связаны единой инфраструктурой, единой системой сервисов. Важность привлечения сюда новых брендов заключается еще и в том, что вместе с собой они приносят на рынок Узбекистана лучшие мировые практики. Инвестируют много в обучение персонала, создают дополнительные рабочие места, и вместе с этим формируют и повышают уровень сервиса. Кроме того, бренды, заходящие сюда, очень серьезно настроены о локализации производства. Это также играет в плюс Узбекистану в целом. Немного реверс в историю. Еще семь лет назад в самом сердце столицы Узбекистана образовалась местность, на которой не очень хотелось останавливать взгляд. Начиная с 2017 года, президент Шавкат Мирзиоев взял этот уголок Ташкента под личный свой контроль и инициировал самое грандиозное и масштабное строительство – Ташкент-Сити. Важно понимать, что это лишь часть пазла. По городу начали реализацию несколько похожих проектов. И эта концепция Ташкент-Сити будет эталоном того, как должно быть. Конечно, главным инициатором создания подобного торгового центра является глава государства. Сколько усилий потребовалось на создание данного комплекса. Я очень рада этим преобразованием. Вспоминаю, какими были эти места раньше. Если сравнивать с сегодняшним днем, это небо и земля. Люди очень рады подобным изменениям. Это яркий пример работ, которые осуществляются во имя чести и достоинства человека. Такие возможности позволяют людям также получать культурный отдых. Торговый центр привлекает все большее количество гостей. В первый день ТРЦ встретил более 25 тысяч гостей. Во второй – около 30 тысяч. В третий – 40. А в минувшее воскресенье – около 50 тысяч человек. Узнав об открытии, решили своими глазами увидеть торговый центр. Радует, что людей много. Ведь многие хотели строительства подобных комплексов. Вот и результат. Здание великолепное. Архитектура завораживает. Здесь когда-то были низкие глиняные дома. Вот теперь место преобразилось и стало достойным нового Узбекистана. Центр украсил облик Ташкента. Все реформы в стране делаются для людей. Комплекс – еще одно тому подтверждение. Когда узнала, что у нас в стране построен Ташкент-сити-мол, была очень этому рада. В эти праздничные дни решили посетить данный комплекс. С порога я была поражена видом центра. Пока была только на первом этаже. Но мне уже все нравится. Еще одна интересная деталь, где ранее нигде не упоминалось. Преобразование, подкрепленное богатым историческим и культурным наследием Узбекистана, вдохновили архитекторов Ташкент-сити-мол. Также хотелось бы отметить архитектурную концепцию Ташкент-сити-мол. Это путешествие во времени. Путешествие во времени Узбекистана. В моле есть три атриума. Первый из них называется «Наследие». И он отражает национальное ДНК. Там использованы национальные архитектурные особенности, изложенные в современной интерпретации. Здесь мы находимся с вами в атриуме «Настоящий», который является продолжением великолепного парка Ташкент-сити-мол. И следующий атриум – это будущее. Он более современный, более футуристичный. Пожалуй, Сити выполняет одно из главных своих предназначений уже сейчас. Коплес привлекает гостей и туристов. Это мой первый визит в Узбекистан. Это мой первый визит в Узбекистан. Очень рад быть здесь, так как страна очень красивая. С другом решили зайти сюда и увидели много счастливых людей. Был поражен этим комплексом и красивой архитектурой. В данном центре все сделано для людей. Об этом говорят и большие общественные пространства. В целом, весь комплекс создан так, чтобы человек провел как минимум 3-4 часа с пользой для себя. Да и суть в этом и заключается. В приоритете не просто экономическая выгода, а комфорт человека. Философия простая. Каждый имеет право лучше жизни. И условия для этого создаются прямо на наших с вами глазах. Обновляется наш город. Обновляются люди. Об этом и говорит вся наша Махаляна.